Добро пожаловать! Сейчас я вам покажу, как решать неравенства. Или же вы можете называть их алгебраическими неравенствами. Приступим. Если бы я вам сказала, что… Ладно, давайте просто скажем х больше 5. Итак, х может быть равен 5,01, может быть равен 5,5, а может вообще равняться миллиону, но он точно не может быть равен 4, 3 или минус 8. Но все же для удобства давайте нарисуем это на числовой прямой. Вот эта числовая прямая. И если это 5, то х не может быть равен 5. Поэтому мы рисуем здесь большой кружок, и потом мы выделим цветом все значения, которые может принимать х. Итак, х может быть равен 5,01. Это должно быть всего лишь на чуточку больше, чем 5. И вообще любое число отсюда удовлетворяет этому условию, верно? Вот 6 удовлетворяет, 10 и 100 тоже удовлетворяет. И сейчас, если я умножу или разделю обе части этого уравнения, полагаю, мы его можем так назвать или неравенство, на минус 1, я хочу понять, что же произойдет. Итак, каково отношение между минус х и минус 5? А когда я говорю, каково отношение, это значит, я хочу узнать, минус х больше или меньше, чем минус 5? Давайте посмотрим. 6 – это значение, которое мы решили, что подходит х. А минус 6 больше или меньше, чем минус 5? Минус 6 меньше, чем минус 5, верно? Давайте нарисуем это на числовой прямой. Если у нас минус 5 здесь, давайте просто обведем ее, потому что мы знаем, что это не равно минус 5, да? Потому что мы только что говорили насчет больше и меньше и решили, что 6 подходит х. Значит, минус 6 здесь, верно? Минус 6 меньше, чем минус 5. Значит, и минус 10, минус 100, и минус миллион тоже меньше, верно? Получается, что минус х меньше, чем минус 5. И это действительно все, что вам нужно запомнить, когда вы работаете с неравенствами в алгебре. Неравенства. Вы их можете рассматривать с точки зрения знака «больше-меньше» или с точки зрения знака «равно». Единственная разница в том, что при делении или умножении обеих частей уравнения на число со знаком «минус» ваш знак, больше или меньше, будет меняться на противоположный. Это и все, что вам надо запомнить. Давайте решим сейчас несколько задачек, чтобы вы окончательно все поняли. А если вы все время забываете, тогда вам нужно запомнить только вот это. Если х больше 5, тогда минус х меньше, чем минус 5. И продолжайте подставлять другие числа. Это то, что поможет вам выработать интуицию. Решим парочку примеров. Итак, если я говорю 3х плюс 2 меньше или равно 1. Это довольно простое неравенство. Мы просто говорим 3х. Давайте отнимем от обеих частей двойку. Когда вы отнимаете или добавляете, то с самим неравенством ничего не происходит. Итак, если вы отнимаете от обеих частей двойку, тогда получаете 3х меньше или равно минус 1. Верно? А теперь мы разделим обе части на тройку. И вы получите х меньше или равно минус 1 треть. Верно? Обратите внимание, мы с вами ничего не меняли, потому что мы обе части разделили на положительное число плюс 3. Также можно было решить это уравнение немного иначе. Что, если мы отнимем единицу от обеих частей? Это и есть другой способ решения. Тогда мы получим 3х плюс 1 меньше или равно 0. Верно? Я только отняла единицу от обеих частей. А теперь давайте отнимем 3х от обеих частей. И мы получим 1 меньше или равно минус 3х. Я отняла отсюда, значит, отсюда тоже 3х должна отнять. А теперь я разделю обе части на отрицательное число, да? Потому что я собираюсь разделить обе части на минус 3. Правильно? Я получаю с этой стороны минус 1 3. А теперь, учитывая то, что мы только-что с вами выучили деление на отрицательное число, я меняю знак. И знак был до этого меньше или равно . А теперь становится больше или равно. И теперь смотрим на ответы. Здесь мы получили х меньше или равно минус 1 3. А здесь минус 1 3 больше или равно х. Это же одинаковый ответ, верно? х, по сути, меньше или равен минус 1 3. Мне всегда нравился этот прикол в алгебре. Вы можете решать задачки разными способами, и вы всегда получите одинаковый ответ. Ну, конечно, если вы правильно их решите. Решим еще парочку примеров. Давайте это сотрем сейчас и пойдем сюда. Я выберу задачку посложнее. Скажем, минус 8х плюс 7 больше, чем 5х плюс 2. Давайте вычтем из обеих частей 5х и получим минус 13х плюс 7 больше, чем 2. Теперь мы можем отнять семерку от обеих частей, и у нас получится минус 13х больше, чем минус 5. А теперь разделим обе части уравнения на минус 13. Очень просто. Смотрите, это у нас х, а здесь у нас получается минус 5 минус 13, что равно 5 тринадцатым, верно? Потому что минус сокращается. И поскольку мы делили на отрицательное число, мы меняем знак. И получаем х меньше, чем 5 тринадцатых. И снова, как вначале, если вы мне не верите, поподставляйте числа. Я помню, когда я начала это учить, я тоже не верила учителю и подставляла числа. Так я и убедилась, что это работает. Когда вы делите или умножаете обе части уравнения на отрицательное число, вы меняете неравенство. Но запомните, так делаете только, когда вы умножаете или делите, а не когда добавляете или отнимаете. Думаю, это вам поможет понять, как решать такие примеры. Здесь действительно немного нового. Вы решаете неравенство, думаю, вы можете назвать неравенство уравнением, так вот решаете точно так же, как если бы решали обычное линейное уравнение. Разница лишь в том, что при умножении или делении обеих частей уравнения на отрицательное число меняется знак неравенства. Думаю, вы уже готовы на практике решить несколько таких примеров. Что ж, решайте и получайте удовольствие!